Доброе утро, в эфире телеканала Катунь 24 новости. Меня зовут Антон Скаль, о самом важном в ближайшие 5 минут. Международное агентство ФИЧ Рейтинг подтвердило рейтинги Алтайского края на уровне BB+. Прогнозы под долгосрочным рейтингом стабильны. Эксперты говорят о сильных бюджетных показателях и очень низком уровне общего риска у края. Прямой риск у нашего региона останется низким по национальным международным стандартам в среднесрочной перспективе. Оценка кредитоспособности дается на основе регулярного анализа социально-экономического развития региона, организации бюджетного процесса, результатов проводимой бюджетной политики, инвестиционной привлекательности и других параметров. Рейтинговое агентство ФИЧ Рейтинг в данный момент присвоило кредитные рейтинги 32 регионам Российской Федерации. Алтайский край по уровню рейтинга ФИЧ имеет равные позиции с Московской, Липецкой, Свердловской областями, Чуварской республикой, Красноярским краем. Первоначальный кредитный рейтинг Алтайскому краю был присвоен в 2008 году на уровне BB- и А+, РУС. За период с 2008 по 2017 год рейтинговые позиции края повышались дважды в 2009 году BB и в 2012 году BB+. Немой убийца так называют аневризму аурты. Это заболевание находится в десятке основных причин смертности в России. По статистике, ежегодно от этой патологии погибают около 50% больных. Изменить ситуацию может эндопротезирование аурты. Операцию по новой технологии впервые провели в Краевой клинической больнице. Классический способ лечения при открытом хирургическом вмешательстве может выдержать далеко не каждый организм. Эндопротезирование аурты же более эффективное и, главное, безопасно. По словам врачей, такая операция легче переносится пациентами, к тому же сокращается время реабилитации. Графт шьется под больного персонально. То есть больной приходит, выявляется аневризма, она подтверждается. Затем делается компьютерная томография. Затем с этой компьютерной томографией схема графта рассчитывается. Эта схема отправляется заказчику. Заказчик готовит и либо шьет, если нет в наличии на складе, либо подбирает там из них компонентов и присылает непосредственно под конкретную больноту. Волонтерский школьный отряд из Алтайского края стал лучшим в стране. Итоги конкурса «Доброволец России» подвели в Москве. Конкурс провели в этом году впервые. По указу президента Владимира Путина он приурочен ко дню добровольца. В финал состязания попали 300 активистов российского движения школьников из 77 регионов России. Это волонтеры, которые проводят экологические акции, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. В номинации «Юный доброволец» Алтайский край представил волонтерский отряд «Сеталайт» Тольменской школы номер 3. Команда заняла первое место в направлении лучший школьный волонтерский отряд. Мы не ожидали, что из конвертика вытащат Алтайский край, что мы станем победителями. Мы, конечно, кричали, хлопали, визжали и там от восторга чуть не упали. Помогаем ветеранам, очищая снег. Призучили проблему, чем они сейчас занимаются, скучают или нет. Оказалось, что они в настоящее время многие пишут стихии, песни. Отправляли их песни на поле чудес, потому что у одной труженицы тыла, ей уже 92 года, было большое желание, чтобы ее часушки попали на поле чудес. Вот даже этим занимаемся. А сейчас о спорте. Барнаульский тэквондист Альберт Гаун выиграл золото на чемпионате Европы. Спортмен выступал в весовой категории до 80 килограммов. Чемпионат проходил в Болгарии. Альберт Гаун уверенно провел 4 боя. В финале соперником спортсмена стал португалец Жулио Феррейро, чемпион Европы 2016 года. Барнаульский спортсмен одержал победу со счетом 9-8. Альберт Гаун стал чемпионом Европы в третий раз. На соревнованиях по парадхэквондо в составе сборной России дебютировал барнаулец Николай Душенин. Он завоевал бронзовую медаль. 30-ти градусные морозы придут в Алтайский край уже предстоящей ночью. В регионе будет без осадков. На дорогах гололедица в утренние часы местами изморозь, туман. Что касается температуры воздуха, то синоптики Краевого гидрометцентра сообщают о том, что в ночь на 14 и 15 декабря столбики термометров покажут минус 20-25 градусов. Однако местами, например, в западных и предгорных районах похолодает до минус 30. На этом у меня все. Я передаю слово моей коллеге Елене Хорошавцевой в студию утреннего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова